Здравствуйте, дорогие друзья! Сразу попробуюсь, я на прошлом уроке случайно назвал главуша в ТИМ. Это явно КТЦ. Мало того, что оно КТЦ, оно еще и заканчивается. Перед нами опять Шаббат. Давайте быстренько, что успели, о главной теме, я считаю, которая есть, и тем много. Не гнушайся египтянина, поскольку ты был пришельцем в его земле. Потрясающая теза. Удивительно, какое требование благодарности предъявляет Торок людям. В отношении к египтянам, которые безжалостно порабощали евреев, бросали детей в Нил, все равно должно быть какое-то чувство благодарности, говорит Торок. Они вам предоставляли жилье и так далее. Это очень тонкие материи, надо в них, тут скорее воспитывать в человеке благодарность, саму суть. Не важно, лучше ты переблагодаришь, чем недоблагодаришь. Вот главная цель. У всех мудрецов Торы можно было увидеть особое отношение к этому делу. Я короткий пример скажу, чтобы было понятно. 20 лет назад в городе в Нейбраке проходила похоронная процессия неизвестного человека. Там было холодно, дождь как избыдралил. И вдруг, там буквально несколько сопровождающих, и вдруг за гробом увидели идет великий мудрец Торы. Раф Шах, ну он шел без пальто, без зонтика, все в шоке. Что вы делаете на похоронах? Это не Равин, никто это. Это бедный человек. Вы знаете, когда я был совсем-совсем молодой, этот человек, я был в синагоге, у меня не было даже что одеть. Этот человек принес мне старое рваное пальто, которое было ему уже не нужно. Оно спасало меня ночью от холода. Я провожаю его в последний путь, поскольку мое сердце действительно тогда испытывало огромную благодарность. Я хочу выразить его сегодня покойному, но я хочу почувствовать, как это... Иду специально без зонтика, без пальто, чтобы еще больше осознать ту милость, которую по отношению ко мне он сделал. Это отношение благодарности святых людей. Нам, может быть, не долететь до таких высот. Но, смотрите, в книге Шмот, тот, кто создал мир, приказывает Маше и Арону ударить по праху земному. Но говорит он только, Маше повели Арону. И оттуда вылезают. Там же и так далее. Возникает вопрос, а почему не Маше? И давно известен ответ. Комментатор Раши говорил, Маше не надо было бить по праху, поскольку тот защищал его, когда он убил египтянина и спрятал его в Минске. И казнь была осуществлена Арону. То же самое с рекой, которая помогла. Если бы понимаем, какая должна быть граница этой благодарности. Бесконечная. Бесок, живое существо. И, конечно, он помогал Маше не по собственной воле. И у него такая природа. Он должен спрятаться. И это произошло неизвестно когда. Но, тем не менее, Маше должен быть благодарен. За что, казалось бы. Благодарен песку в мире. Это показывает, насколько широко все это должно в нашу жизнь входить. Если нужно быть благодарным неживому предмету. Представляете, как можно быть благодарным человеку, который когда-нибудь что-то для нас сделал. Особенно жена, муж, муж, жене, самым, близким людям. Это бесконечное кольцо благодарности, которое мы должны сесть и увидеть. Встал утром, проснулся, руки работают. У нас написано, спасибо тебе за то, что я проснулся. За то, что работают руки. За то, что работают ноги. За то, что видят глаза. Это специально перечислено в седуре. Потому что человек по своей натуре, он просить любит. А вот благодарить немножко меньше. Поэтому нам предписано, для того, чтобы человек правильно вошел в день. Открой утром седур. И там все это написано. Благодарю тебя. Но первое, что человек делает вставая с постели. Вообще, религиозный, еврей, вставая с постели. Кто еще не встал, что он говорит. Благодарю тебя, что вернул мне душу. То есть где гарантия? Почему вы думаете, что точно гарантированно проснется человек какой-то утром? Может быть, не дай бог, нет. Поэтому мы и говорим утром, спасибо, чтобы ты вернул мне душу. И обратите внимание. Благодарность меняет наше отношение к жизни. А жизнь, она лишь отчасти, говорят мудрецы, состоит из того, что с вами происходит. Важнее то, как ты на это реагируешь. И сказано, что я вовсе не обязан злиться или что-то. Я выбираю сам свою реакцию. Это я реагирую. Вот на это я разозлюсь, на это нет. Я могу в любом опыте, который произошел со мной, найти урок и благословить, сказать спасибо. Да, я там вот так сделал, но я благодаря этому. Да, 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 да. Вы сами ответственны за отношение к происходящему. И причем это что? Каждый день. Никто не виноват в том, что вы так или иначе относитесь к событиям в своей жизни. В этом огромная, огромная, как бы мудрость, говорили мудрецы. В этом надо вдуматься, мудрость от слова вдумать. Надо сесть и подумать. И вот надо как бы вырываться из этого круга. Вот шаббат, который перед нами, это не понедельник, не вторник, это шаббат. Так надо сделать его шаббатом. Сделайте один шаббат, попробуйте его вкус. И увидишь, что все, что дает Бог, оно очень вкусно. Шаббат, шалом, брахавы от слаха, всего самого-самого лучшего.